МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Финальные соревнования атлетов 90 сухов комбината и дочерних предприятий в рамках 73-летней спартакиады в самом разгаре. Состязания на свежем воздухе завершены. Осталась последняя дисциплина – настольный теннис. Представители разных цехов и предприятий, которые умеют не только держать ракетку в руках, но и неплохо с ней обращаются, собираются в выходные дни в клубе настольного тенниса спортивного клуба «Металлург» Магнитогорск. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня понаблюдаем за поединками в настольный теннис команд группы железнодорожного транспорта. Напомним, в спартакиаде ММК группу железнодорожного транспорта представляют восемь команд. История настольного тенниса началась в конце 19 века. В 1926 году была образована Международная федерация настольного тенниса. С 1988 года этот вид спорта стал олимпийским. В 20 веке игра заметно эволюционировала в связи с изменением технологий производства мячей и ракеток и совершенствованием технического мастерства спортсменов. В 2017 году настольный теннис входил в число самых популярных видов спорта на планете и имел более 850 миллионов поклонников. А в Международной федерации настольного тенниса состояло 226 стран. Команды только три человека. Без запасных, без подстав. Играют команды до 11 очков. Каждый из спортсменов подает по очереди по две подачи. Ребята пишут, кто какая ракетка. Играют первая, вторая, третья. И, соответственно, играют под своим номером с каждой ракеткой. То есть первая с первым, вторая со вторым, третья с третьим. СМЕРЛОВ САРАТОВ СМЕРЛОВ САРАТОВ ДИМИТОВ ГОБАДУЛИН Стол для настольного тенниса должен соответствовать необходимым установленным параметрам. Его высота должна составлять 76 сантиметров, ширина 152,5 сантиметра, длина 274 сантиметра. Высота сетки должна быть 15,25 сантиметра. Мяч при подаче необходимо подбрасывать на высоту минимум 16 сантиметров. Перед подбросом нужно держать его на открытой ладони, закрывать мяч ракеткой или другими частями тела. Запрещено. Каждый выигрыш ставится два очка, проигрыш – одно. Неявка команды – ноль. Если один игрок не пришел от команды, уже команде ставится одно поражение. Бывает и такое, что несколько команд после поединков набирают одинаковое количество очков. В таких случаях работы судьям прибавляется. Если в группе одинаковое количество очков победителей, то смотрятся встречи между собой. Если больше трех команд одинаковое количество, то смотрим разницу по партиям. Есть цеха, ребята, которые занимаются теннисом, либо когда-то занимались, но и приходят новички, то есть некому играть в цеху. Конечно же, они приходят, пробуют, и некоторым нравится, и приходят на следующие соревнования. Это тяжело, это тактика психологически, то есть подачи все быстрые, медленные, подкрутка, подрезка, то есть это все приходит во время игры уже. Видно, что ребята готовы бороться. Здесь все знают, кто как играет уже, под кого лучше не попадать, под кого попадать, то есть как проходить, это тактика в команду. Евгений Саратов в спартакиаде ММК не новичок. С завидной регулярностью принимает посильное участие в летних и в зимних соревнованиях. В теннис начал играть в детстве. Вспоминает, во дворе стоял большой железный стол. За неимением ракеток мальчишки играли подручными средствами. Кто кусочком картона, кто тапком. Наверное, как начал ходить, так во дворе начали играть. Потом был опыт в большой теннис, потом снова в маленький, ну, в настольный всегда. Команда локомотивного цеха на соревновании по теннису рассказал Евгений часто в призерах. Залог успеха в стабильном составе теннисистов. Конечно, регулярно занимаются, попадаем в стройку. Время течет, что-то меняется, но, в общем-то, костяк всегда похож. Мне кажется, без спорта вообще тяжело. Бодрячком себя чувствуешь. Но это увлекательно, это движение, это физика. У нас всегда, даже на работе, гиподинамия, можно сказать, здесь восполняется. У меня раньше занимался, ну, лет пять, точно, точно, лет десять. Опытный теннисист команды цеха эксплуатации Евгений Солодовников продемонстрировал мастер-класс по набиванию теннисного мяча ракеткой. Я даже не стал, вот ты просто устаешь, уже рука устает просто. Ну, можно пятьсот набить, можно семьсот, можно восемьсот. Бесконечно. Помощник пушинисту локомотива Евгений Солодовников в свое время занимался настольным теннисом в детско-юношеской спортивной школе. Не раз становился призером городских соревнований. Ради родного предприятия, на котором отработал 17 лет, всегда готов на спортивные подвиги. С ночи даже пришелся на игру, тяжело, тяжело, конечно, но надо, надо. Для цеха сыграть надо же, победить. Поединок Евгения Солодовникова с Федором Тихановым оказался одним из самых ярких и напряженных в соревновании команд группы железнодорожного транспорта. Я смотрю, он защитник вроде бы, по ракетке. У него одна ракетка, сторона шипованная, другая нападение. Ну и видно, что тут молодец. Хотел выиграть, но я старался, конечно, но удача на его стороне сильная была. Евгений Солодовников в финальном поединке проиграл весьма титуловному сопернику. Когда узнал о всех регалиях своего визави, горечь поражения стала не столь явной. Чемпион области. Чемпион когда-то первенства России по национальному теннису. Седьмой в России был. Кандидат в мастера спорта Федор Тиханов в свое время тренировался на базе спортивного клуба «Металлург» Магнитогорск на стендах в клубе настольного тенниса памятные фотографии, где он в компании с юными спортсменами рядом со своими тренерами. Один из них по совместительству мамы Федора. Мы собираемся вот так вот, допустим, перед соревнованием. Мы можем на 30 минут собраться, посмотреть, кто как выбирает, распределить позиции, кто первый, второй, третий номер. Какие-то, может быть, советы я дам. В архиве телекомпании «ТВИН» сохранилась программа об одаренных детях магнитки. Вот он еще совсем юный Федор Тиханов во всей красе. Азы настольного тенниса Федор начал постигать, как только ему исполнился год. Его мама – мастер спорта Советского Союза по настольному теннису, она же профессиональный тренер, и она же сейчас его спарринг-партнер впервые привела тогда еще маленького Федю к себе на работу. С тех пор юный теннисист постоянно пододвигал скамейку к высокому столу и пытался отбивать легкий шар. Позже старание упертого мальчика увидел заслуженный тренер России Микаэль Вартанян и предложил позаниматься. Сегодня Федор Тиханов сам тренирует юных теннисистов, подбирает команду спортсменов для участия в летней спартакиаде Манка по настольному теннису. Кто вызывается, кто имеет какие-то навыки, говорит, я хочу, я умею, соответственно, из-за этого мы собираем команду. Манка по настольному теннису. Манка по настольному теннису он просто на авось может отбить, да. То есть тут ни в чем уверенности нет. Все зависит только от тебя. Ты должен сам начинать играть, быть уверенным в себе и только от тебя игра зависит. По итогам соревнования по настольному теннису места в группе железнодорожного транспорта распределились следующим образом. Шестыми стали спортсмены цеха сервисного обслуживания локомотивов, пятыми – теннисисты локомотивного цеха. Четвертое место заняла команда службы СЦБ. Бронзу взяли парни цеха железнодорожного транспорта. Серебро – атлеты цеха эксплуатации. Победителями состязания по настольному теннису группы железнодорожного транспорта стали представители цеха подготовки вагонов. До завершения 73-летней спартакиады ММК остались считанные поединки. Телекомпания ТВН будет держать вас в курсе о спортивных новостях атлетов комбината и дочерних предприятий. Надолго не прощаемся. Редактор субтитров А.Семкин